Сказал Исхак ибн Ибрахим. Кто такой Исхак ибн Ибрахим? Исхак ибн Рахавейн. Исхак ибн Рахавейн, который был шейхом у Аль-Бухари. Тирмиди говорит, что Исхак ибн Ибрахим сказал, запишите это, о ищущие знания, и о ашариты, примите это к своему сведению. Саляфы, что они считали для себя уподоблением? Когда это становилось уподоблением? Вот что саляфы считали уподоблением. Исхак ибн Ибрахим говорит вам, что означает уподобление. Он говорит, вопрос уподобления исходства качеств Аллаха с его творениями, то есть уподобление будет считаться лишь тогда, когда человек скажет, рука Аллаха как рука, или подобно руке творений, или слух Аллаха как слух, или подобен слуху творений. Если он скажет так, то это и будет уподоблением. То есть сказать, слух Аллаха подобен слуху творений, или сравнить его с кем-либо. Но Исхак ибн Ибрахим говорит, но если человек скажет, если он скажет, Аллах имеет руки, Аллах всеслышащий, Аллах всевидящий, и не будет говорить этому как, и не будет говорить подобен, не будет говорить слышащий, подобен слышащему, видящий, подобен видящему, это не является уподоблением. Это не уподобление. Это станет уподоблением, когда он скажет, подобен или сделает сходство с чем-то. Это будет тем, что сказал Аллах в своей книге. Нет никого подобного ему, и он слышащий, видящий. Тирмези сказал, да помилует его Аллах, что это передали саляфы. Что когда они доходили до подобных аятов, они трактовали их согласно арабскому языку, без слов «как», не придавая этому никакого сходства. Они принимали аяты согласно их очевидному смыслу. Не говорите, что это означает власть. Не говорите, что это означает мощь. Не говорите так. Принимайте их на очевидном смысле. Несмотря на это, кто пошел против Ахлю Сунны в этом? Джахмиты. Ашариты обучились и переняли знания и веру в них. Это были Ашариты.